Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, третья часть. Здесь она будет написана. Деньги из мусора. Значит, что здесь у нас? Я покупал, кто не видел, первые две части. Можете посмотреть, зайти на канал. Купил 100 телефонов не очень дорого. Купил их все как неработающие. Ну и теперь рассматриваю, включаю, проверяю, какие из телефонов рабочие, какие нерабочие. Телефоны все глубже оказываются интереснее в коробке. Ну вот сейчас достаем. Будем проверять. Некоторые модели я сам еще не видел. У меня такие не попадались. Ну вот поэтому там есть и китайские, и оригиналы. Короче, давайте смотреть. Видео, думаю, будет интересно. Так, смотрите. Вот такой мне понравился, когда я перебирал телефон, чем-то смахивать на Nokia N73. Но только мы переворачиваем заднюю крышку, сразу понятно, что это китайский бренд звездочки-лампочки. Есть фонарик, есть громкий басовый динамик. Не знаю, что это за модель. Но написано Nokia. Китайская Nokia. Дальше понравился очень такой ультра-слим, тонкий телефон марки Samsung. И вот здесь написано Z170. Опять же, такие телефоны я ни разу не держал в руках, поэтому интересно посмотреть, включится или нет. Далее. Вот такой вот китайский Bravis. Теперь Sony Ericsson. В свое время был флагманом. Дальше. Есть вот такой слайдер Nokia. Дальше есть Siemens A70. Он даже с аккумулятором дутым, но он есть. Дальше. Есть у нас Sony Ericsson. Модель называется K700i. Дальше. Есть вот такая вот Nokia. Есть вот такие вот Samsung огромные, смотрите. На две SIM-карты, лопатафоны. Раскидные, откидные. Дальше. Вот такой вот Samsung. Кнопки, интересно, стертые остались. Красная и зеленая. А сверху, наверное, были черным покрыты. Даже с аккумуляторной батареей. Видите? Вот такой вот. Не знаю, что за модель. Зрение уже никуда. Далее. Есть вот такой вот Samsung. Ну, тут, скорее всего, вырвана какая-то планка. Дальше. Есть вот такой вот Alcatel. Опять-таки, видите, желтый дисплей. Или Touch, этот компания Alcatel. Также с аккумуляторной батареей. 550-ый Sony Ericsson. Без аккумулятора. Вот так, интересно, у него камера открывается. Дальше. Есть LG от компании AT&T. Ёли, парень, только сейчас увидел. Думал, я это не видел. Думал, лянь, телефон новый. А он реально, смотрите, ребят, с аккумулятором. Ну, они стопудово залочены. Они даже в Украине не будут работать. Но зато шикардосный корпус. И есть вот такой, опять же, ультраслим. Не знаю, что это за моделька. Сейчас открою. О, с аккумулятором. О, мне везет сегодня на аккумулятор. Так. Что это за модель? Дай бог, зрение, а бог не дал. Не вижу, ребята. Будем потом смотреть. Короче, телефоны крутизнецкие. Начинаем, не знаю с какого. Давайте, может, со слимчика. Или давайте с AT&T. AT&T. Так. Сразу беру сим-карту, чтобы себя успокоить. Ну, что мне успокаиваться? Я знаю, что все телефоны этой компании, они все идут залочены. Поэтому даже смысла эссенса не вставлять симку. Ну, так как это видео у нас обзор, проверка старья. Так. Так. Кто-то что-то совал. И сим-лоток сильно задвинут. Сейчас мы его слегачика про это. И... О! Теперь карточка залезла. Дальше. Первый плюс, последний минус. Поехали. Так. Моделька называется CG180. Ну, телефон реально практически как новый. Ну, почему? Они... Вот эти вот залоченные телефоны не могли разлучиться, поэтому они оставались. Видите? AT&T. И сейчас скажет залочка. Сто пудово. Блокот. Перманентный блокот. Хэндсет. Все. Ну, телефон реально крут. Я, знаете, что думаю, если, например, найду какого-то донора, просто переберу с него, сниму с него корпус, потому что корпус реально крутой. Оставлю. Ну, это мои надежды. Хотя эти телефоны сейчас спросом не пользуются. Посмотрю, если он работает без сим-карты. Снимем на него обзорчик. Посмотрим, что он из себя представляет. Плюс у нас есть оригинальная аккумуляторная батарея, которую если продать за 80 гривен, вот они такие стоят, то можно полностью продать телефон. Дальше. Давайте теперь посмотрим Alcatel. Тоже интересный телефон. Маленький. Так. Сенсорный. Так. И посмотрим, что за модель. ОТ-700. Так. Что у нас по распиновке? Плюс внутренне, минус крайне. Вот он. Плюс внутренне и минус крайне. Так. Где он у нас включается? Где-то должен. Где-то, где-то в середине лета. Так. Пушка сдохла, хвост облез. Я не вижу ничего. Как его мне завести? Тра-та-та. Тра-та-та. Хе-хе. Вот это да. Ребята, кто не понимает, как его включить? Нет, это не кнопка. Нет, все, конечно. Я понимаю, что я прикалываюсь, но... Но это громкость. Мы скачали о громкости. Значит, на противоположной должна была быть кнопка включения. А, вот она внизу. Боже ты мой. Вот это б я искал бы до утра. Ой, как красивенько. Вот тебе и телефоны. Вы видели когда-нибудь такой котел? Я, например, нет. Если кто видел, напишите в комментах. Гляньте, как красиво. А если выключить свет? Ммм, лепота. Сейчас сделаю яркость. О, красивенько как. Так, ладно. Че у нас тут позвонить? Ага. А тачскрин? Балалайка. Русский балалайка. Да. Так, Киевстар увидел, но тачскрин балалайка. Все, понятно. Но ничего страшного, зато увидел. Класс. Так. Ну, это, скорее всего, под восстановление. Но кто его будет восстанавливать, кому он нужен? В основном кнопочники. Я, например, кнопочники люблю коллекционировать. Только у меня коллекционирование не получается, потому что в семье две дочери. Так, поэтому все расходы уходят на них. Так, это плюс, это минус. Заходим сюда. Плюс, возьми минус. Что будет? Короткое замыкание. Так, кнопка включения вверху. Пробуем. Так. Вроде пошла загрузка, но тут же она ушла. Так. Пробуем еще раз. Так. Скорее всего, надо закоротить две минусовые клеммы. Это болячка этих телефонов. Не знаю, почему. Ну, сейчас гляну. У меня есть заряженный аккумулятор. Только не с него. Ну, приблизительно. Ну, сейчас попробуем. У него, скорее всего, проблема шлейфом, ребят. Видите? Это я взял другую батарею с другого телефона. С У600. Да, скорее всего, у него проблема шлейф. Да, это болячка этих телефонов. Почему я говорю? У них часто из строя, часто и густо выходили из строя аккумуляторные батареи. По-моему, написано или У700, или Джейс 700. Короче, если какой-то из 700-х, у меня где-то был донор. Поэтому... И плюс мне еще присылал Сергей Панчко, по-моему. Если я... Ну, сказал неправильно, извините. Там, по-моему, он присылал мне шлейфа. Надо будет просто сесть, освободить себе время, сесть, просто поковыряться, найти. Так. Что у нас по аккумулятору? Значит, аккумулятор у нас получается плюсовой здесь. Вот так вот. Да, телефонов, что я много набрал. Интересно, успею я вам сегодня все их показать. Так, это у нас 200-е. Телефон вроде включился. Соня Эриксон. Смотрите, если кому-то надо после обзоров, в таком состоянии, я могу просто их продавать. потому, что я их набрал. Ну, солить я их не собираюсь. Телефон. Да, скорее всего, этот мужичинка, дай бог ему здоровья, он умел прошивать, у которого все, вот это я купил, лабудень. И потому, что вот этот телефон, видите, шитый на оранж, скорее всего, он все это снимал, поэтому, лочку я имею в виду, и прошивал на русский. Поэтому надо будет, я даже, если кто-то не купит в таком доноре, получится сниму. У меня есть классные корпуса, но там залоченные, я не умею это делать. Я просто переставлю корпус в оригинальный, там будет конхветка. Так, ладно, поехали с этой конфеткой. Тут стопудово у нас будут эти, ребята, как их, залоченные, ой, залоченные, порванные шлейфа. Это стопудов, и к бабушке не ходи, здравствуй, бабушка, Юрий в день, поехали. Да, он даже не хочет включаться, видите. Видите, говорю, на лабораторник смотрю, вы же видите все. Нет, ребята, он полностью мертвяк. Он даже не дыбается. Так, правильно, хоть нажимай, это камера, да, кнопка включения, вот, труб. Значит, что у нас? Залочка, труб, порван шлейф, рабочий. У этого гаплык, это, тачскрин. Дальше, давайте по ходу. Давайте попробуем этот, Samsung. Мне он очень понравился. Такой тонюсенький, тонюсенький. Раньше, помните, чем тоньше телефон, тем круче было. Потом пошло наоборот. Потом пошли огромные телефоны. Опять в моду. Так, наоборот, тут плюс. Быстро так делаю, чтобы не спали. Чего раньше до того не додумался. У меня столько телефонов было непроверенных, которые я даже не знал. Так, поехали. Чего ты отвалился? Ты не бойся, все нормально будет. Поехали, включайся. О, Z107 красивые. Дисплей у них красивый. Но, пластик, конечно, зараза пошорханный. Вау. Это что было? Так прикиньте, он вырубился. Он сделал вау, как я сказал, и сделал до свидания. Телефонерная из Одессы. Ха-ха. Так, ладно. Чё б я так жил? Как он включается? Не-не. Я хочу жить хорошо. Так. Помни, как кто-то говорил? Жить хорошо. А хорошо, говорит, жить еще лучше. Ну вот. Так и я хочу. 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 Чё, клеммы не попадают. Ё-моё. Попадите, чтоб Игорь проверил. Не хотят клеммы попадать. Ёлочкин, дрын. Дрын, дрын. Нет, скорее всего, мне кажется, думаете, аккумулятор? Знаете, я постоянно сам собой разговариваю. Чтоб на дурку не отправили. умелишь делать телефоны. Один от другого отличаются. Да, надо было закоротить, видите? Здравствуйте. Чё написано? Блокада сети. Блокада сети. Почему? Короче, только можно экстренные вызовы, да, заблоковка. Облом. Почему же он не снял код? Прикольно. Но можно попробовать его запустить без сети и поснять просто обзор. Если хотите, могу снять. Не хотите, не буду снимать. Но такого телефона у нас с вами не было. Мы его не видели. Прикольный, кстати. Мне понравился. Ну, сеть мы не сможем с вами распоролить. Вы мне не смогли найти коды, как это всё сделать. Так что... Так, этот товарищ без винтов. Скорее всего, он полностью труп. Попробовал закоротить его. Так, поехали. Так, пробовал включить при закрытом состоянии. Индикатор дёргался. Начал открывать, он не включается. Скорее всего, что у нас проблемы со шлейфом. Так, пробуем. Загибаем вот эти две. Так, и вот эту подламываем под себя. не хочет, ребят, прикиньте. Не, ребятушки, не включается. ни при каком раскладе не хочет стартовать. Ну, вот эти две раскладушки, сколько я получал и мне присылали. Вот, короче, два трупа. Обидно, конечно. Телефоны крутейшие. Так, что, пробуем этот. Что нам запоёт гоплык гоплык Иванович. Так, плюс я уже выучил здесь внутрянки, а с улицы у нас минусовая. И включаемся мы сверху. Телефон, кстати, в классном состоянии. Если он ещё и рабочий, обычно ещё проблема у этих телефонов джойстики. Так, ну, вроде нормально. Так, 17 минут уже. Айдиа поиски. О, русский есть. Нет. Нет. Ну, что, выполняется поиск написано. Что-то ищет. Кто ищет, говорит, тот седан найдёт, да? Ну, пока что не нашёл. Скорее всего, окисленные контакты, поэтому я даже не удивлюсь. Если он сейчас не увидит, потому что в этих телефонах во всех они хранятся непонятно где, там окисливаются контакты, поэтому если почистить контакты, то всё будет зерк. Ну, это уже будем следующим видосиком, потому что у нас время в обрез. так, что я хочу Siemens. Что, у меня аккумулятор есть? Не Доты. Сейчас проверим. Так, вот он он, сим-карта. Сделала компания Kieftar цельные карты, как раньше. Чё нет, тут выуживаются. Любые карты сделают. Ну, сделайте под заказ. пусть заплачу 300 гривен за неё. Как вот номера делают же квадратные на машине, правильно? Так, ну, аккумулятор я знаю, что он не понял, рабочий. Или он сдох, или телефон дохлый. Аккумулятор дохлый. Так, подтвердите уключение. Отлично. Нет. Ок. Ребят, кстати, смотрите, если уключить... О! Всё быстренько. Можно будет купить. Аккумулятор могу продать вместе с телефоном. Так, бомба. Ну, вот, смотрите, телефоны из мусора покупал все, как нерабочие. Поэтому я же говорю, я люблю такие посылки, и тогда уже сидишь думаешь. Орёт молодец. И ты сидишь и думаешь, интересно, какой процент будет брака, какой процент будет нормальных телефонов. Ну, вот, смотрите. Потом подведём пиццу. Так, зараз, кто це у нас? А це у нас противогаз. Протегаз. Знаете, как по-украински противогаз? Протегаз. Так, протегазы. Что, вы будете выключаться, протегазы? А ну, пробуем. Кнопка включения вверху. Ну, что-то не хочет, прикиньте. А что, не хочет? Правда, что я выключаю, вроде? Ха-ха! Знаете, что он написал мне? Контакт-сервис. Прикиньте. Мне кажется, кто-то его пробовал шить. И, короче, что-то ему там на трюнькали. А что это за модель? RM 352. Не вижу модель. 36 00 слайдер. Да нет, он шьётся. Ладно. Короче, проверю потом. Если что, попробую прошить. Если, конечно, его не уложили в дрызг безмозговые. Так, ладно. Поехали далее. Минус. По идее, должна быть плюс внутри. Есть. Кнопка включения. Поехали. Ух ты! Завёлся. Рын-тун-тун-тун-тун-тун. Так. Прикольненько. Спасибо огромное. Отлично. Он его прошёл. Спасибо вам, дядечка. Не знаю, как вас зовут. Семён, Игорь, Владислав. Дай вам Бог крепкого здоровья. Так, здесь телефон не убит. Кромки вроде живые, но тут подряпаны. А корпус у меня есть вообще в идеалочке. Но тут почему неудобно? Видите, тут и мэйкод. Если сделать в ноль, как вы хотите, чтобы полностью мэйкод совпадала с материнкой, а нет, можно просто перебазировать. У меня такой же красный есть в идеале. Так, ну что, давайте смотреть 550-е. Тут вот такие блатные замки у него есть. Они открываются раз, два, а потом так открывается только крышка. Так, и тут стоит у нас БСТ-33, которую я опять не наблюдаю из-за своего безлаборства. Молодой, справлюсь. Знаете, когда ругает, не надо никогда ругаться. Надо говорить, извините, молодой, исправлюсь. Все, конфликт закрывается за три секунды. Все уходят по домам, все довольны. О, и этот прошил. Да дай тебе Бог, дядечка, здоровья. гляньте, ребята, бомба. Пушка, бомба, ракета. Спасибо, я доволен. Ну, вот смотрите, сколько у меня получается рабочего, сколько нерабочего. Все, вот этот телефон сейчас на мою, так что имейте ввиду, кто хочет купить, милости прошу. Можете после обзора сразу заказывать себе телефон. Так, дальше. Кто ты у нас? Китайский иероглиф. Ну, пробуем включить тебя. Что-то было ново. Ух ты, Эностар. Ну, что, прикольненько, яркое менюшечко. Кнопочки, только звука нету. Что-то не слышу. Так, настройки. Настройки телефона, дисплея, профили, бесшумные, внутри, внешне. О, уже пикает что-то. Да, все, отлично. Будем снимать тоже. настройки. О, это, конечно, было жестоко. Так, ладно. Шутки, шутками. Здесь, что у нас? Здесь у нас, хоть бы я опять не спалил. Хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы, хоть бы. х-140 Samsung. На русском. Клавиатура на английском. А ты что? Ядечка хорошо прошивает. Дай бог ему здоровья. Дай бог всем здоровья, кто это умеет. Еще б Игорю научиться, было бы, все классно. Бонтока. Так, здесь у нас такой аккумулятор. А у меня такого аккумулятора в данный момент. А нет, есть уру. Не убрал с вчерашних съемок. Помните, 5210 снимал? Не убрал далеко. Как чувствовал, что сегодня буду снимать? Не понял. Прикиньте, а это труп. Ну, вот он, батенька, Юрий Евгеньевич. А вы говорите. Так, и еще есть 4 минутки. И проверяем Бравис. Бравис модель Лев. Лев. Ну, ты львиная. Я бы сказал, кто ты. Что-то львиная голова не хочет включаться. Ну, все, включился. Ну, все. Вот и смотрите. сколько процент брака, сколько процент... Ну, смотрите, теперь телефоны, теперь я вам все расскажу. Значит, что у нас? залочка. Залочка. Не работает тач. Блок телефона. Порван шлейф. Два трупа. Работает, работает, работает. Надо прошить. Работает, 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 работает труп. Вот и считайте, сколько телефонов я вам все рассказал. Я думаю, сегодня третья серия вообще шикарная. Я брал наугад, так руку засунул, в коробку вытягивал, вытягивал и вот натягал. Все, ребята, если вам нравится, ставим пальцы вверх, комментируем в комментариях, кто захотел купить, предлагайте цену, отправка в любой город. Говорю сразу, ребята, дорога в Россию подорожала. Теперь, дорога до 250 грамм стоит 1000 рублей, посылка в килограмм стоит 2000 рублей. Поэтому, подняли цены, укропочты, я не знаю, у нас, я бы удивился, если бы сказали, ребята, мы вам снизили цены, у нас только все повышают и повышают. Отправляю в Россию среда, пятница, два дня в неделю, остальные не отправляю. Поэтому, не переживайте, посылка доедет, все ребята, кто получают с России, получают все нормально. Все, ребятки, всем пока, пальцы вверх, подписывайтесь на канал, Яндекс.Дзен, всегда ваш, мистер Гуд Мобайл. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова